Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Я иду разговаривать с каким-то мужиком, потому что он не зря тут утаит. Ммм, так, мне нужно попасть на этот склад. Частный детектив. Извините, мы все сегодня на взводе. Что вы тут делаете? Я расследую смерть семьи Хоккинса. Да чтоб вас, зачем вы снова хотите разворошить всё это? Моё расследование привело меня на этот склад. Это дело закрыли несколько месяцев назад. Кто ещё интересуется складом? А с чего это мне тебе говорить? Мы в одной команде, мужик. Мы по одну сторону закона. Да? Ты же не хочешь узнать, как всё было на самом деле в этой истории? Хотите сказать, мы плохо проводали? Не, не думайте. Да ёпта. Что тебе известно о деле Хоккинса? Очень много надо разговаривать, очень много, очень много надо говорить с ними. Половина к чему не ведёт. Короче говоря, надо пойти к этой самой девочке. Надо пойти поговор... Или вот я могу там обойти вокруг? Ладно, пойдём сначала сходим к девочке, пока я здесь мимо прохожу. Мне нужен на твой склад. Ещё одна. Я сказал тебе, что это убежать. Я сказал тебе, что это убежать. Понятно. Ладно, хорошо. Девочка нам не поможет. Шурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум. Так, ладно. Вот здесь есть тачка. А зачем она здесь? А, я знаю зачем она здесь. Затем же, чтобы я дальше не прошёл. Да? Да, плохо, что я не умею прыгать, конечно. Даже моя полуторлетняя дочь умеет, а вот он не умеет. Выглядит как ловушка. Так, навык позволяет искать скрытые предметы. И как их найти? Это скрытый предмет? По этой решётке есть какой-то проход. Так, давайте пораскинем мозгами. Если мы потянем за эту лебёдку, откроется вот эта дверь. А по лестнице ты умеешь лазить? Смотрите, он умеет лазить по лестнице. Вот это прикол. То есть прыгать он не умеет, но по лестнице умеет лазить. Ладно. Используй. Что надо сделать? Ты разговариваешь с лебёдкой? Серьёзно? И что? Ты надеешься, что она тебе расскажет? Эээ... Очень странная игра. Нет, реально он разговаривает с лебёдкой. Да что с тобой не так? Почему ты разговариваешь с лебёдкой? Сижу за решёткой в темнице сырой. Скормлённый неволей орёл молодой. Какой-то там всё зелёненькой. По всей видимости там не нарисовали дальше текстуры. Так, мне нужна, видимо, ручка какая-то, да? Ну, по крайней мере, мне так кажется, что очень сложно крутить лебёдку. А, нет, у ручка-то вот она. Нет, это не ручка. Не, ну да, реально, здесь должна быть ручка. Видимо, вот этот вот москлицательный знак должен нам говорить об этом как раз. Ладно, пойдёмте спустимся вниз. Может быть, здесь где-то есть ручка? Надо было качать вместо силы поиск предметов. Хрен ли толку от того, что я сильный и могу крутить её? Позвоночник кита. Если верить глазит, эта кость настоящая окаменелась. И чё? Мне это даёт? О, здесь есть ручка? Да, вот ручка, снимай её отсюда. Не хочет. Здесь, смотрите, блин, здесь сколько ручек. Возьми хоть одну. Ох, нихрена, это что такое. А как ты это сделал? Как ты зажёг зажигалку? Как я это сделал? Вот, ручка, забирай её. Господи, здесь одни ручки. О! Храповик. Позволяет поднимать тяжёлые крузы. О, отлично, это то, что нам надо. Так. Ну, кроме храповика мне ещё нужна же ручка. Опа! Вот это да! Эхей! Так, хорошо. Я вообще всё разыскал только что. Как мне спрятать зажигалку? Как я её достал? Я вообще ничего не... Ладно, хрен с ним. Так, установить храповик. Сначала храповик, потом рукоятка или наоборот? Наверное, сначала храповик. А, сначала похер. Так. Уйти. А куда уйти-то? Почему уйти-то, блин? Крути её. Это ещё не всё? Почему ты не можешь её крутить? Почему ты не хочешь её крутить? Почему уйти? Баря... Так, ладно. Положим, я ничего не понимаю. Не может он просто так крутить ручку, да? О! А, зубчатое колесо ещё нужно. А, всё. Ну, теперь я понял. Короче говоря, как только я всё нашёл, то у меня перестаёт мигать дребеденько. Ладно, это, по крайней мере, упрощает задачу. Зубчатое колесо. О, теперь можно повернуть. О, теперь нужна сила. Давай. Крути. Что ничто попытаться? Я тебе силу качал зря, что ли? Давай, давай. О! О! Брак! Я сломал. Кого сломал? Кого ты сломал? Что произошло? Короче говоря На Е, короче говоря Когда нажимаешь, он достает зажигалку Потом еще раз на Е нажимаешь Он должен ее убрать, но он что-то не убирает ни хрена И за каким псом Я это все собирал Не подскажете мне, зачем я это все делал? Видимо, мне не сюда Маленькая мышка заблудилась на нашей территории А ты не только любопытный, но еще и глупый Что тебя натолкнуло на безумную мысль забраться на мою территорию? Пропусти Быть понаглее, как Стас Михайлов Или притвориться, что... И ничего не говорить Пропусти меня Мне нужно работать Мне кажется, ты неправильно понимаешь сложившую ситуацию Я расскажу тебе, как тут жизнь устроена Сейчас порешаем Тут все нормально У каждого, кто не уважает мои правила Я наказываю Если ты уничтожил мою ножку, я был осторожен. В этот раз. Разобраться с ним, Кэт? Спрашивают меня за булдыги. Не сейчас. Но у тебя крепкие нервы, отличный удар правый. Я всегда ищу хорошо сложных парней, чтобы предложить работу. Я это запомнил. Сделай милость. Меня зовут Кэт, и я здесь главная. Все тут плящут под мою дудку. Чем безрассудно рисковать в своей шкуре, лучше приходи на днях в бар, там и увидимся. Мы можем поговорить о том, что я могу для тебя сделать, и о том, что ты можешь сделать для меня. Короче говоря, это было интересно. Я только не понял, что это было. Я нашел гребанное колесо, гребаный храповик и гребаную рукоятку. Я с прокачанной силой начал это крутить. Все. В итоге сломал, вышел. Короче говоря, силу надо докачать, я понял. В общем, интуиция меня не подвела. Мы будем мне так... Пойдем, дайте этого и забьем еще. Ага. И риск обжаривания котов? Нет, спасибо. Вы счастливы, что еще живы. Вы ей нравитесь. Так, ладно, ты мне тоже не сильно интересен. Это что такое? Это... Так. А те ребята двое, которые с ней были... Охренеть, смотрите, вот это я иду, а вот это я бегу. Чувствуете разницу? Правильно. Потому что ее нет ни хрена. Эти двое не ушли оттуда? Нет, не ушли. Да, в принципе, я с прокачанной силой могу всех здесь избить. А, о! Можешь что-то посмотреть. Медицина. Кровь только начинает сворачиваться. Она умерла совсем недавно. Ууу, я очень мощный. Я столько всего знаю по медицине. Так, ладно, с этими мудаками мы разговаривать не будем. Пойдем поговорим с Кэт, потому что иначе мы на склад явно не проникнем. Привет! Эй, Митчел. Дринка для нашего нового парня. Я думаю, это время поговорить в бизнесе. Не знаю, что ты обижаешься, потому что удачный удар. Думаешь, можно стать боссом этих парней, не получив ни одного синяка? Это послужит мне уроком. Я недооценил тебя. В следующий раз ударю первый. Скажи, что привело тебя в Дарк Уотер? Спрашивает меня женщина, которую я избил. Сказать правду или солгать? Скажем правду, потому что мама всегда учила говорить правду. Я расследую смерть семьи Хокинса. Очень мило, что ты открыто говоришь мне правду. Но это так глупо. Ты, похоже, совсем не понимаешь, где я оказался. Позволь дать тебе один совет. Если хочешь выжить в этой крысиной норе дольше одного дня, не стоит разговаривать о них с первыми встречными. Окей. Так, мне нужна помощь, чтобы проект на склад. Наверняка хорошо знаешь Дарк Уотер. Давай. Мне нужно проект на склад Хокинса. Тебе не повезло, он на моей территории. Именно по этой причине я пришел проведать тебя. Ты что, издеваешься? Подумай. Я видел, на что ты способна. Ты почти меня победила. Я принимаю этот комплимент. Что ж, я вижу, ты настроен серьезно. Конечно. Честно говоря, мне плевать, если это не помешает бизнесу. Мне не помешает ни ссы. Но я пойду с тобой, чтобы убедиться, что ты не сунешь свой нос в дела, которые тебя не касаются. По-твоему, это справедливо? Я еще не закончила. Если я это сделаю, если я пущу тебя на территорию, чтобы ты мог отстряпать свои делишки, будешь должен. И я уверяю тебя, я всегда получаю долги. Подумай об этом. Я помогу тебе, ты взамен должен будешь оказать мне услугу. Окей. Ты принимаешь? Ээээ, ну да, а о чем мне делать-то еще? Выбора нет. Выбор есть всегда детектив, но только еще и сбить тех парней, может быть. Других вариантов нет. Парем, парем. Как мило, что я беспокоюсь о ее моральном облике. Я не оказался бы здесь, если бы меня волновала моя репутация. Местные знают, с кем они делают дело, и они осторожны. Насколько я понял, офицерой пытается тебе противостоять. Этот придурок просто хотел сохранить лицо перед своими матросами. Они боготворят своего храброго капитана, так же как... Так, ля-ля-ля. Но рано или поздно все эти стуканы окажутся подгребены под слоем птичьего дерьма. А полиция? Она тоже не пытается тебя остановить? Местные легавые? Легавые пьют не меньше всех остальных, дорогуша. Они знают свою выгоду. Кроме этого, того тупоголового Брэдли. Брэдли наш, короче говоря, защитник будет. Даже не знаю, восхищаться его упрямством или не восхищаться. Интересно, никто не заподозрит ничего неладного, когда я ползу по земле за женщиной. Все нормально, он стал... А я говорил вам, ребята. Я говорил вам, ребята, что я с ней. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Она просто так медленно идет, я даже когда иду пешком, я иду все равно быстрее. нет на просто как бы вы должны меня понять не так много ухаживаю за дух одежда по ухаживаю что надо сделать это склад это не проходится до мотать я и синячина поставил оба ну-ка признавайся что-то делала прошлым летом почему зажигает зажигал он самый короче я не могу контролировать к зажигает зажигалку когда нет я это неплохо я ее приложил проходите пожалуйста иначе это никогда не закончится а можно и чего-нибудь поджечь зачем-то бросил замок он же будет потом в грязи ты его не закроешь не перегибай палку хорошо тогда я тебя оставлю мамочка тебе больше не нужна то есть она сама поперлся теперь она в ее смысле выпендривается опа она телепортировалась перестаньте телепортироваться я чувствую себя неудобно в таком месте тут сваяет о тревожная музыка я получил одинок как это место связано с делом сары хокинс что произошло я замерзаю чтобы войти на место происшествия что-то надо удерживать а надо держать две кнопки мыши охренеть надо этого я где был простите все дверь закрылся я теперь как шерлок холмс и я на месте преступления кусачки по моему здесь кого-то пытали о майданные по медицине мне помогут у кого хватает денег чтобы покупать более утоляющие и кто при этом остается в таком месте кто же это может быть так опять кишки господи все кишки мира здесь просто воняет так отвратительно как и выглядит да хорошо что игры до сих пор не передают запахи о картинки слушайте когда ты творишь свои произведения в ангаре рядом с кишками ты еще не то можешь нарисовать это одна из картин с так что покинуть место происшествия нажмите и удерживайте две кнопки мышки а я не хочу еще покидать его психология и тут как сюда попала фотография чарльза и старых хокинс как же она сюда попала кто же это сделал как говорили в клейне а кто это сделал психология вот что тут произошло здесь какой-то голый мужик ударил кулаком зеркало а как ты об этом догадался не спится я знаю каково это короче здесь боль утоляющая здесь снотворное здесь фотографии здесь оккультные портреты честь еще есть честь больше нет все уходим отсюда юх так нас есть теперь улика это склад хокинса вот так и пройти по нему не мог мне обязательно был перемещаться в астрал да ну допустим все уходим отсюда я прям просто так возьму отсюда выду он просил нас держаться подальше от склада пытаться угрожать полицейского мне кажется плохое дело далеко от закрытия хокинс интересует кого-то еще давай беднем силы очевидно что вы знали тело погибших мне жаль что пришлось раскопать дурные воспоминания я досяг первую обугленное тело несчастного ребенка на полу гостиной говорит нам полицейский с класса страшными зубами нам пришлось отдирать его от пола следы наверняка остались уж моей памяти точно это ужасно мне понадобится ваш опыт чтобы установить справедливость констебль брэдли вы можете объяснить как сюда попала эта картина какой-то странный портрет погодите-ка я узнаю его картина была в особняке хокинс когда он прибыли расследовать пожар значит вы подтверждаете что она была похищена с места преступления это интересно я хочу осмотреть особняк само собой вы хотите пойти по этому следу а я хочу понять как картина оказалась здесь говорить нам констебль со страшными зубами идемте мой автомобиль стоит дальше по дороге эндрю закрой дверь я договорился я договорился мне не пришлось пиздить полицейского и открой глаза черт побери этот парень прошел прямо у вас под носом брэдли бать твою как то сапор мы едем на машине в особняк освободи проход или я посажу тебя за препятствие правосудию офицер брэдли вы наконец-то обзавелись яйца визжать что жирное пузо мешает вам их разглядеть ах ты да ладно улыбнитесь вы же не хотите чтобы я выдавила улыбку силой господи какая она жесткая похоже нашла коса на камень бейкер я бы хотел видеть его почаще ладно я все понял можно наконец пойти в особняк убери отсюда этого мудака кто-то за нами наблюдает из окна а кто это мог быть прямо на вершине горы видите здание и я не вижу а ну есть а надо вижу неплохо они жили я хочу сказать сильно получше чем многие здесь сад вокруг особняка хокинсов пирс смог добраться на склад место которое казалось заброшенным и скрывало несколько тайн тут явно кто-то недавно жил кроме того обнаружилось частично обгоревшая картина во время осмотра пирса прервал констебль брэдли и детектив убедил его присоединиться к расследованию констебль хочет отвезти сыщика в особняк хокинсов ну что ж какая констебль хочет отвезти нас в особняк хокинсов мы наверное прервемся и вернемся буквально завтра в следующей серии спасибо за внимание удачи и всего вам доброго пока 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 Редактор субтитров А.Семкин